Последние штрихи перед отъездом. Автопробег Дорогами Победы проводится второй год. В нем участвуют 16 единиц старинной советской техники. Среди них легендарные тяжелые военные мотоциклы М-72, джипы Виллис и ГАЗ-67, грузовик ЗИС-5. Ретротехника требует особого ухода и отношения. Каждая машина тщательно восстановлена участниками автомобильно-мотоциклетной группы Красная Армия. Позже к автопробегу присоединятся реконструкторы. Вместе они будут входить в города в те дни, когда они были освобождены Красной Армией 72 года назад. Настолько радостно, что мы будем в тех населенных пунктах, где люди будут с гордостью поднимать Знамя Победы, где будут чествовать погибших воинов, чествовать наших живых ветеранов. Готовы нести Знамя Победы по всему Крыму. И естественно, как наши деды и прадеды уходили из Севастополя в 42-м году, но они вернулись. Также и мы вернемся. Уже 18 апреля будет первый населенный пункт освобождения к подступу к Севастополю. Это была клава. Наравне со взрослыми в автопробеге участвуют и дети. Пятеро мальчишек и девчонок. Скажи, куда ты едешь? Поход. А в какой поход? Военный. А что ты там будешь делать? Поздравлять людей. Парнем из булла спалили. Угнали маму со двора. И наспех вы размогили. Лежит убитая сестра. Не упускай, боец, винтовки. Планяй, раздрежь рогу. Закрой плитую поповки. И за ребенка на снегу. Группа Красноаремия с 2002 года участвует в Севастопольском параде победы и разнообразных патриотических акциях. Здесь нет места бутафории. Все по-настоящему. Участники говорят, что с каждым годом эмоции становятся только ярче. Открываются новые какие-то горизонты. Мы видим новые города. Города видят нас. Постигают, понимают. Многие просто диву даются тому, откуда берутся у нас время, силы, энергия на это. Ну, словом, я всякий раз задаюсь вопросом, понравилось бы это моему деду. Это человек-авторитет для меня просто незыблемый. И я думаю, что увидев то, чем мы занимаемся сейчас, он был бы очень рад. И не только он. Все деды были бы рады. Людмила Замятина, Анатолий Паньков, Севинформбюро.